Дверь Юрий, какие тенденции, направления сегодня актуальны в дизайне? Я думаю, что каждый человек себе выбирает направление И дизайнер только помогает справиться с этим направлением Про нашу команду я скажу честно Мы давно для себя выбрали направление минимализм И потихоньку в этом русле двигаемся, чувствуем себя в нем очень хорошо Потому что минимализм это никогда чего-то не хватает Когда все собрано в достаточном количестве Для нас это наш девиз Основным элементом конструкции любого здания Особняка, квартиры, дома являются двери Это и входные, и межкомнатные Что для вас дверь? И какие характеристики вы считаете основными при выборе для своих проектов? Безусловно, дверь как и театр начинается с вешалки Так и дома начинается с дверей И я даже не побоюсь сказать, что это, наверное, основной элемент На который обращает человек внимание, подходя к дому Не случайно раньше двери были как визитная карточка любого дома Там выбивали гербы, выбивали фамилии, профессию человека, который живет в этом доме И, наверное, дверь, безусловно, это самая важная часть жилища При выборе дверей, насколько вы считаете актуальным вопрос цены? Человек всегда хочет получить соотношение цена-качество наиболее приемлемое, что ли Но я не думаю, что входная дверь, и вообще дверь должна быть дешевой Она априори не может быть дешевой, потому что это технически сложное изделие Если вам предлагают дверь совсем задешево, то нужно насторожиться Да, из чего она сделана? Ирина, вот бытует мнение, что двери герды, они очень дорогие Да, я слышала, что есть такое мнение И, честно говоря, не могу понять, почему оно до сих пор существует Да, двери герды, возможно, немного дороже, нежели какие-то другие аналоги Но это обусловлено тем, что применяются, естественно, европейские все материалы Все расходные материалы Это оборудование очень высокоточное Это прогрессивные действительно какие-то материалы и технологии Которые дают возможность двери быть одновременно и надежной Прочной, соблюдая все свои прочностные характеристики Но при этом быть очень легкой в эксплуатации Потому что сталь применяется легированная, да, соответственно, дверь легкая Она тоже, первый раз повторяю, что действительно многие ценят в том, что не прижмет руку ребенку Там не отдает хвостик собачке Это действительно важно еще, потому что дверью мы пользуемся каждый день и не один раз в день Вот, и это элемент не только дизайна, да, но и комфорта нашего Поэтому за счет вот именно таких вот причин цена, ну вот на сегодняшний день Если вот сказать честно и откровенно, дверь Герда стоит от 32,5 тысяч В комплекте, с монтажом, полностью дверь готовая под ключ На сегодняшний день наша компания, кроме дверей Герда, представляет порядка 10 российских брендов Которые мы предлагаем нашим розничным покупателям и нашим партнерам-застройщикам Стоимость дверей в этих линейках от 12-14 тысяч, это входные двери И от 4-5 тысяч в линейке межкомнатных дверей Наши партнеры изготавливают для нас специальные линейки дверей под нашим патронажем То есть мы задаем техническое задание и четко следим строго за качеством и сроками изготовления дверей Юрий, что для вас дверь как элемент дизайна? Мы когда начинаем проектировать любой объект, будь то квартира или дом Мы вначале смотрим, где находится этот наш объект И самое главное, что за окном, что за дверьми Если это дом, то мы пытаемся впустить в природу, как и все, наверное, нормальные люди Стараются, чтобы не только интерьер ограничился стенами, а он выходил на территорию Поэтому мы входные двери в дома, в частные, однозначно всегда делаем в стеклянные Точно та же отношение к двери у нас, как к окну Нужно запустить двор в интерьер Конечно, когда разговор идет о квартире, на площадке подъезде масса людей Своим шумом, со своими какими-то выслами Поэтому там нужно защититься Защититься, в первую очередь, от шума и во вторую очередь От того, чтобы умер от злоба Я хочу сказать по своему личному мнению и по мнению наших клиентов Что очень многие предъявляют двери высокие требования по звуко- и теплоизоляции И это является, ну, действительно, одним из первых таких тоже потребностей клиентов Которые дверь должна, собственно говоря, обеспечивать для них Я соглашусь с этим, потому что, если мы вспомним Самые первые жилища, которые человек осваивал, это были пещеры И самое главное, нужно было сохранить тепло там огня, очага, костра Поэтому появились шкуры, которые вешались там в проходе Потом, когда пещер стало не хватать И люди попытались отнять друг у друга пещеры Появились там каменные двери, которые не пускали врага Ну и так постепенно, постепенно, в общем-то, мы получили то, что мы хотим Защиту, защиту от врага, защиту от шума, защиту от холода или от тепла, например Дверь – это элемент, с которого начинается микроклимат в доме Внутри у современных дверей сейчас не просто какой-то наполнитель, а именно сэндвич такой То есть это несколько слоев в данном случае Это и фольгоизолон может использоваться, и минвата, и лист натуральной пробки В качестве демонстрации, насколько хорошо обеспечивают звуко- и шумоизоляцию двери Я бы хотела продемонстрировать вот на таком демо-стенде Сейчас применяется специальный звуко- и шумопоглощающий материал Который приклеится к внутреннему листу металла в двери Вот этот кубик символизирует, собственно говоря, саму дверь, да, с уплотнителем В демонстраторе записан звук работающего отбойного молотка Сейчас, когда звук раздастся, мы накроем эту колонку нашим кубиком, который символизирует дверь И посмотрим, насколько хороша звукоизоляция Накрываем Шум исчез Открываем Опять слышим шум Вот такие чудеса Мне кажется, что мы сейчас в таком мире живем, что каждый человек себе стиль сам задает и может придумать все, что угодно Но мы за простоту Наверное, 90% наших объектов, они минималистические Потому что можно научиться из очень простых вещей делать действительно удобное, безопасное искусство Когда человек себя чувствует хорошо Комфортно Самое главное, что еще минимализм, он подразумевает потом развитие интерьера Но если человек чувствует, что ему не хватает чего-то там, какой-нибудь работы живописной Или какой-нибудь мебели, какой-нибудь диванчика, пуфика Всегда Потому что этот стиль, он не обязывает и постоянно динамично, да, можно менять И даже когда нам заказывают классические интерьеры, очень много людей еще любят классику Мы стараемся, может быть, сам интерьер сделать с элементами классики Но мебель и все остальное мы стараемся выбирать еще современно Потому что другие материалы появились, другие возможности технологические Например, есть барный стул, который весит всего 150 граммов Он настолько легкий, что даже не ожидаешь от него такой прелести А это очень важно То же самое и двери Но можно сделать двери, не знаю, вот как эти двери Например, какая-то необычная красота, необычный дизайн Но я четко понимаю, если это будет в подъезде То постепенно, постепенно все эти микроискусства затянутся пылью И дверь будет выглядеть нестерильно Я потом покажу ту дверь, которая меня действительно устраивает Может быть, со мной будут не согласны Вот на примере этих двух дверей я могу рассказать, что бы я выбрал на себя Безусловно, какая-то красота присутствует здесь Какая-то красота присутствует в этой двери тоже Но она менее заметна, наверное Для меня красота это что? Для меня красота это лишняя пыль В каких-то завитках Здесь я протер тряпочкой И у меня всегда эта дверь будет чистая Стерильная Я буду подходить, чувствую, что хорошо За счет этой панели красивой Здесь более Лучше Звукоизоляция Ну, хотя здесь, я думаю, она тоже достаточная И, безусловно, эти вещи будут влиять на сложность дверей Я думаю, что процентов на 40, на 30, это будет дверь дороже Поэтому я для себя выбрал эту дверь А что можете сказать по конструктиву? Да, замки? Ну, знаете, вот, может быть, я что-то поменял С тем, что мне ручки эти не очень нравятся Но, как сама дверь Очень простая То есть, функционально она Очень простая, хорошая дверь Я выбрал бы эту дверь Безусловно У меня есть, хотела сказать, прям живой пример Про то, что говорил Юрий Вот у нас есть прям знакомые, которые Как раз покупали у нас дверь Она такая вся минималистичная Вот, любимая дверь Юрия И стеклянные двери В такой металлических рамах Окрашены под металлик То есть, такой действительно, вот, минимализм, хай-тек Вот, все можно протереть, помыть И все сделать стерильно Вот, но через какое-то время Они вдруг решили поменять стиль В квартире дизайн И это была классика И они обратились к нам Что можно с этим сделать, да Вот, и действительно, то есть Мы просто установили внутреннюю панель А со стеклянными дверями Мы поступили следующим образом Мы металлические рамы поменяли На классические такие коричневые Деревянные рамы Вот, и действительно, сразу поменялся стиль То есть, я согласна с тем, что Минимализм, он хорош тем Да, что его можно еще как-то достроить И добавить И вот, и мы, в принципе, вот Действительно, можем, допустим, это сделать Тоже, вот, прямо на своем примере На этом я Мы это прожили, сделали Кто не согласен, допустим, с мнением Юди Хочет построить дом И, как правило, это какие-то, да, проходит Пять-десять лет И покупка квартиры Это тоже не в один год И пока человек, скажем, финансово Получает такую возможность Он какие-то строит планы себе Он уже рисует И, наверное, здесь уже Это его личный выбор И это, наверное, может быть Полет фантазии Широкий Вот я пришел, такой человек, к вам С таким полетом фантазии Что вы мне можете предложить? Нет, Александр, конечно, вы не одиноки Большинство клиентов приходят Именно уже с какими-то своими задумками С полетом фантазии, да Кто-то прямо с определенными уже картинками, да Либо в голове, либо уже что-то это как-то на бумаге Или в электронных носителях они приносят Конечно, на сегодняшний день Уже возможности удовлетворить Любые какие-то запросы и фантазии клиентов Но они огромны И даже в плане отделки дверей Потому что это не только декоративные панели Это различные элементы подсветок Подсветки ручек Есть ручки сами по себе светящиеся Есть подсветка изнутри Есть такие моменты, как флэш-свет Ну, нужна эта функция кому-то или нет Ну, в любом случае мы предлагаем, да Когда человек заходит в дверь В квартире еще темно До выключателя еще нужно добраться, да Но уже автоматически в раме двери встроена подсветка Да, включается свет То есть вот такие моменты Ну, а то, что нарисовать что-то, да То есть делать какую-то фрезеровку Хоть действительно фамильный герб Или там любую картинку, любую фантазию Это, безусловно, сейчас все воплощается Причем это все делается на автоматизированных линиях Это все делает компьютер Просто это все задается картинкой и уже на декоративной панели воплощаются все фантазии Кроме того, стыкуются различные материалы Это, допустим, какие-то элементы нержавеющей стали, да С МДФ-панелями, либо с массивом, с какими-то деревянными еще элементами В общем-то, на любой вкус и любой цвет Сейчас можно предложить то, что угодно То же самое и с потребностью безопасности, да То есть замки тоже есть разные Есть достаточно простые, а есть очень несложные Действительно, это я говорю про других производителей Да, российских, наших региональных Потому что, в принципе, сейчас и российские, и отечественные двери Могут быть тоже интересными и очень необычными Потому что мы используем и отечественные материалы, и импортные И, в общем, вот эта вот сборная конструкция такая интересная Она может действительно удовлетворить любые потребности и фантазии Если бы вы к нам обратились за помощью То мы бы точно разговор начали не с того, какого цвета у вас будут стены и так далее Вот я думаю, что в современном мире вначале нужно определиться со своими возможностями То есть понять, сколько мы хотим потратить денег на то, чтобы получить результат Это основополагающее А второе, ведь на самом деле в начале проектирования совершенно не важно Какого цвета будут ваши двери Нужно понять, где они будут Поэтому вот основная часть работы Это планировка, удобная, безопасная Потом уже все дальше прилагается Оно само друг на друга наслаивается И потом можно как платье примерять Хочешь такого цвета, хочешь другого цвета Абсолютно не важно Я считаю, что вообще должно быть все черно-бело И только хозяйка дома должна быть украшением Ирина, Юрий, спасибо, что вы делили время РБК И вам благодарим, вас взаимно Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!